Доброго времени суток, дорогие друзья и читатели ресурсов «Ящик ответов». Сегодня мы продолжим тему видео 1.68, в котором говорили о библейском запрете на переливание крови. Распространяется ли этот запрет на использование лекарств, при производстве которых были использованы какие-то составные части крови? Сегодня мы поговорим об этом. Итак, тема сегодняшнего урока – является ли грехом против Иеговы лечение препаратами, созданными на основе каких-то составных частей крови? Рассмотрим её. Как уже говорили в видео 1.68, для служителей Иеговы из Ветхого Завета перенесён запрет на кровь всякого тела, что мы знаем из Левит 17.14. И также мы знаем, что кровь животного и человека схожа. Причём запрет на кровь из всякого тела перенесён из Ветхого Завета в той же форме, что и запрет на блуд. Это отражено словом «воздерживайтесь от крови и от блуда». Деяние 15.29 сообщает об этом. То есть, разрешить себе немножко употребить явную кровь через рот или вену равнозначно разрешению немножко блудить. То есть, христианин, который позволяет себе перелить кровь или блудить, согрешает. Это понятно. А что, если разрешить себе немного плазмы крови? Больные гемофилии, например, без препаратов из плазмы крови могут умереть от простого пореза. Будет ли это грехом с точки зрения Иеговы? В обществе «Сторожевой башни» отношение к использованию препаратов на основе частей крови меняли не один раз. Например, в 1925 году была запрещена вакцинация. Те публикации, которые здесь указаны в скобках, с точки зрения общества уже устарели. Поэтому на официальном сайте общества их найти будет невозможно, так как там оставлены публикации, начиная с 2000 года. Но эти устаревшие публикации вы можете спросить у устарейшин о том, как их найти, или же посмотреть, набрав их название в интернете. Так вот, в 1925 году вакцинация была запрещена, а в 1952 году она была уже разрешена. Далее, хотя переливание крови считается грехом, однако в 1958 году свидетели Иеговы, переливших кровь, за это не исключали из собраний. А с 1961 года за переливание крови стали исключать. В описании к видео мы дадим ссылку на весь известный нам перечень изменений мнения общества сторожевой башни к отношению использования некоторых частей крови для лечения. Далее, в 1958 году в виде исключения разрешены были кровяные сыворотки и препараты на основе крови. Но что означает исключение, не совсем ясно. Здоровый и так не будет лечиться этими препаратами, а если служитель Иеговы болен, то исключением должен быть каждый, кто нуждается в лечении, не только представитель руководящего совета, например. Далее, в 1967 году запрещена и приравнена к людоедству пересадка органов, а в 1980 году эта процедура отдана на совесть каждого. То есть с 1980 года каждый служитель Иеговы сам решает, пересаживать ему какой-то орган для лечения или нет. Как видим, в обществе сторожевой башни не получилось сложить единое и неизменное мнение на сей счет, что, впрочем, можно понять, ведь в Библии нет прямого запрета на лекарства и другие товары потребления, придуманные миром, отчужденного от Бога человечества. Сравните, например, текст Исаии 60, 16. Но здесь возникает вопрос, а возможно ли вообще узнать из Библии, как Бог относится к составным частям крови? Мы считаем, что это возможно, и покажем, как это сделать. Но прежде напомним, из каких частей состоит кровь. Она делится на основные компоненты и на фракции плазмы. Дальнейшие данные взяты из справочников. Кто желает проверить эту информацию – гугл в помощь. Основные компоненты крови – это плазма. Она состоит на 90% из воды, с плавающими образно в ней белками, неорганическими, органическими и биологически активными веществами. Если кто-то хоть немного знает биохимию, тому это понятно. Кто не знает этого, смотрите информацию в интернете. Также в плазме содержатся газы и так далее. Плюс, кроме плазмы, компонентами крови является то, что от плазмы отделяется. В центрифуге, под влиянием центробежной силы, на дно пробирки с кровью оседают эритроциты, поверх них лейкоциты и тромбоциты, а на самом верху – плазма. А фракции крови – это главным образом белки плазмы. Покажем состав крови на схеме в общих чертах для наглядности, чтобы мы не путали компоненты с фракциями. Заметим, то, что получается после разделения крови на составные части, во-первых, не похожа на саму кровь в том виде, в каком она создана Богом для обеспечения жизни, запрещена и отличается от всех других видов жидкостей. Во-вторых, отдельно взятые части крови самой кровью не являются, что легко проверить. Если, к примеру, место крови запустить в кровяное русло человека по отдельности плазму, эритроциты, тромбоциты или лейкоциты, человек жить не сможет, он умрёт. Итак, запоминаем. Лишь совокупность всех частей крови является той кровью, что создана иеговой для обеспечения жизни человека и на что в Библии есть запрет. А если её растащить по частям, это уже не кровь, не то вещество, о котором сказано в Левите 17.14, что жизнь тела в крови. Поясним то же самое на простом примере. Вода, кирпич, цемент, щебень и песок по отдельности непригодны для жизни человека в этих средах. А в совокупности все они являются домом, пригодным для жизни, что показано наглядно на этой картинке. Как видим на картинке, только в доме, состоящем в совокупности из кирпича, шифера, песка, цемента и воды, возможно жить человеку. Если дом разобрать на части, то ни в одной из них, ни в кирпичах, ни в шифере, ни в песке, ни в воде человек жить не сможет. То же самое касается и цельной крови. Только в совокупности все ее части вместе называются кровью, дающей жизнь человеку. Если растащите ее по отдельности на плазму, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, то в отдельном виде ни один из этих компонентов и ни одна из фракций плазмы не дадут человеку жизнь. Почему? Потому что кровью, дающей жизнь по отдельности, ни одна из ее частей не является. К чему мы все это показали? К тому, дорогие, что запрет на кровь подразумевает запрет на цельную кровь, не разделенную на части. Есть закон сливать цельную кровь всякого тела в землю. Если бы все люди исполняли заповедь из Левит 17, 13, 14 и второзакония 12 с 23 по 25 текст, то не было бы ни препаратов на основе крови, ни соблазна использовать ее части для лечения. То есть, с одной стороны, все проще простого. Если запрещена цельная кровь, то запрещены и все ее составные части. Но, с другой стороны, такая простота к вопросу о частях крови к Библии не подходит. Поясним, почему. Дело в том, что, давая заповедь о запрете на кровь, Бог, во-первых, опирался на духовный аспект этого запрета. Кровь – это источник жизни всякого тела, и он принадлежит Творцу, что известно из Левит 17, 14 и Псалма 35, 10. Поэтому распоряжаться образно вещью Бога или жизнями кровью тех, кто жив волею Творца, люди по своему усмотрению не должны. В этом веке смертны все, а спасение от смерти заключено лишь в крови Христа, но тоже в духовном, а не в буквальном смысле. Кровь Христа славится не переливанием в вены грешников, а лишь своей искупительной силой, что мы знаем из Ефесиным 1, 7. Во-вторых, запрещая кровь, Бог не требовал от людей фанатизма, что известно из Левитом 17, 13, 14 текста. Обескровливать тушь у животного требовалось настолько, насколько позволяет технология обескровливания, при которой вытекает до 60% крови, то есть освобождаются самые крупные сосуды. А все остальное, то есть кровь, что в связанном состоянии осталась в мышцах в виде миоглобина или содержится в мелких капиллярах, не в счет. Все, что оставалось после обескровливания по основному кровяному руслу, называлось мясом, входило в его состав и съедалось. Закона о том, что мясо надо вымачивать до белоснежности, Бог Израилю не дал. В Библии нет таких требований. Значит, употребление микропорций частей крови он допускает и грехом не считает. А остатков крови в мясе после обескровливания ничуть не меньше, чем в медицинских препаратах. Например, в одном миллилитре препарата Актовегина белков плазмы всего лишь 40 миллиграмм. Это гораздо меньше, чем остатков частей крови в одной котлете или в печеночном паштете, который мы съедаем. В-третьих, иммуноглобулины фракция плазмы крови и лейкоциты это компонент крови содержатся в молоке. Не все знают, но в молоке матери в первые месяцы кормления лейкоцитов в 5-12 раз больше, чем в крови. Эту информацию вы можете найти в интернете Google Вам в помощь. То есть, грудное вскармливание, предусмотренное Богом, питает ребенка компонентами и фракциями крови, и грехом это не является. Также, все, кто пьет молоко животных, употребляют те же самые компоненты и фракции крови, что и грудной ребенок. Бог не запретил пить молоко. Например, прочтите Судии 4.19 и Исайя 7.15. Для наглядности покажем состав молока и крови. И Вы, сравнив, увидите, что состав крови и молока очень похож. Обратите внимание, что в коровьем молоке есть те же самые составные части, что и в крови. Основной состав плазма. Она состоит также из воды, белков, неорганических, органических солей, жиров и газов, растворенных в молоке. Также, она состоит из форменных клеток, лейкоцитов и вспомогательных составных частей гормонов, витаминов и ферментов. Отличие молока от крови показано выделенными красными квадратами. В молоке есть соматические клетки, а в крови их нет. Зато в крови есть эритроциты и тромбоциты, чего в молоке нет. Четвертых, Бог дал принцип, облегчающий жизнь служителям иеговы в мире. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Об этом сказал Павел в 1 Коринфянам 10-25, ведь на производство товаров потребления мы никак повлиять не можем. Хотя Павел говорил здесь о частях мяса, посвященных идолам, принцип из 1 Коринфянам 10-25 применим для всех сфер торговли, где продаются и покупаются товары народного потребления. Все знают, как выглядит цельная кровь и продукты из цельной крови, гематоген и кровяная колбаса, например. Этого вполне достаточно, чтобы исполнить запрет на кровь в христианстве из Деяний 15-29. На все остальное из товаров распространяется принцип из 1 Коринфянам 10-25, повторю его. Все, что продается на торгу в аптеках в том числе, ешьте и употребляйте без всякого исследования для спокойствия совести. Что же имеем в итоге? А в итоге имеем следующее. Отношения иеговые к компонентам крови и фракциям, как и к остаточному миоглобину в мясе или к крови капилляров мы только что увидели. Бог не наказывает за употребление компонента лейкоцитов и фракций глобулина, это ясно из примера употребления молока. Также Бог не наказывает и за употребление микродоз крови. Он дал заповедь обескровить животное по основному кровяному руслу, после чего мясо пригодно для приготовления пищи, несмотря на то, что в нем есть остатки крови. Принцип обескровливания показан в левитам 17-13-14. То есть, если мы хотим, к примеру, запретить крови, содержащие лекарственные препараты, то на основании Библии это сделать затруднительно, так как сам Иегова не запретил употреблять компоненты и фракции крови, содержащиеся в молоке, например, и не заставил свой народ вымачивать мясо до белоснежности. Бог не требует абсолютного обескровливания, а в остатке капиллярной крови есть все виды ее компонентов и фракций. Поэтому наше мнение таково. Использование лекарств стоит полностью оставить на усмотрение совести служителей и Иеговы, нуждающихся в лечении. Этот принцип показан в римлянам 14-22-23, где Иегова позволяет учитывать совесть каждого служителя Иеговы и показывает, что у всех она может быть разной. Также, тем более, не стоит исключать свидетелей Иеговы, если они используют в лечении лекарственные препараты на основе какого-то компонента или фракции крови. Вспоминайте количество лейкоцитов в молоке и сразу станет ясно, как Иегова к этому относится. Те, кто, например, болен онкологией, астмой, сердечной недостаточностью, аутоиммунными или инфекционными заболеваниями и гемофилией, не могут поддерживать свое здоровье без препаратов, полученных на основе компонентов или фракций крови. Итак, запрещать лекарственные препараты, продающиеся на торгу, на основании Библии ни у кого нет права. Однако, стоит рассмотреть сам по себе оздоровительный аспект лечения такими препаратами. Как известно, компоненты и фракции крови могут быть заражены возбудителями инфекционных заболеваний. Фракционирование крови на 100% ее не обеззараживает. Так что, стоит думать и о риске заражения другими заболеваниями через препараты на основе частей крови. Например, на упаковке лейкоцитарного интерферона упоминают о том, что препарат проверен на наличие антител КВИЧ и вирусом гепатита В и С и что этих инфекций не обнаружено в данном препарате. Однако, так как препарат получают из донорской крови человека, всегда есть риск, что кровь проверялась в латентный период заболевания и носительство вируса поэтому просто не было выявлено. Поэтому сами медики, например, лейкоцитарный интерферон применяют с большой неохотой, зная, что это чревато последствиями возможного заражения СПИДом или гепатитами В и С. В коротком видеосюжете, который сейчас мы рассмотрим, показаны некоторые аспекты трудности выявления инфицированной крови. Риск ее использования как для переливания, так и для изготовления лекарств велик по многим причинам, в том числе человеческий фактор безответственности легкомысленного отношения к здоровью пациентов не говоря уже о примитивности оборудования и условий хранения донорской крови. Пожалуйста, посмотрите видеосюжет. Проблема так называемой грязной крови появилась не сегодня и не вчера. Дело в другом. Как свести к минимуму риск заражения, тем более, когда инкубационный период самых опасных смертельных вирусов может длиться годами? Наши корреспонденты Рада Зиналов попыталась выяснить, какова сегодня реальная угроза заражения при переливании крови. Врачи называют ее Риточкой. За 20 лет уже просто сроднились. Она приезжает каждые две недели сдавать плазму. Переехала в электросталь, это в 50 километрах от станции переливания и все равно ездит. Я когда сюда приходила сдавать кровь, то я считаю, что я спасаю жизнь человека. Вот из-за этих побуждений я стала ходить сдавать кровь. И для постоянных клиентов и для тех, кто зашел с улицы процедура едина. Осмотр у терапевта, общий анализ крови, проверка по донорскому регистру. В маленьком окне ноутбука должен загореться зеленый свет. И вот видите, у нас в вечере красная карточка. Взятие этого донора уже врачи никогда. То есть он полностью у нас снят в донорство. Ограничения на начальном этапе. Низкий гемоглобин, татуировки, операции, сопровождавшиеся переливанием крови. Те, кто пришел кровь сдавать, могут и не подозревать о том, что уже инфицированы. Инкубационный период при разных инфекциях он существует в каждом разном. При гепатите В он один до 6-8 месяцев. При ВИЧ инфекции более длительный инкубационный период. И поэтому, конечно, в начале субъекта заболевания мы можем не увидеть это заболевание. Кровь раскапывают на три инфекции. Сипелис, гепатит, ВИЧ, непригодный. В некоторых регионах речь идет о сотнях литров в год сливают в канализацию. Чистую отправляют на карантин. Полгода плазма лежит в холодильнике. Потом доноры снова обследуют, отсеиваются еще около 2% крови. Лишь после этого контейнеры отсылают в больницу. Если есть возможность ждать 6 месяцев. Необходимо, конечно, 100% карантинизированное хранение. Но для этого необходимы очень большие площади и специальное оборудование. На сегодняшний день у нас в карантине заложено 500 литров плазмы. Это порядка, ну, примерно, где-то около 15%. Остальные 85% мы вынуждены выдавать в лечебную сеть. В России регистрируется ежегодно несколько случаев митинфекции. В этом году уже 2 таких случая зарегистрированы. Оба они связаны с очень серьезными нарушениями правил медицинской деятельности. Я знаю, что по обоим из них возбуждены уголовные дела. Кирейская больница. Именно сюда 30-летнюю Анну доставили после аварии. Операция переливания крови, ВИЧ и гепатит вместе с чужой плазмой. Донором стал бывший зэк. Решил заработать 200 рублей и бесплатный обед. Кровь отправляли на карантин. На Тульской станции мы купили два пакета, которых у них были, когда они могли поделиться с другими, скажем так. У них был запас. Мы купили пакеты, мы в порядке общей поставки, значит, мы его отнесали аналогические паспорта и отвергивали с русской фазовского. Старым стал пациент Склифа. Директор Хилла показывает холодильники с запасами крови. Бизнес прибыльный. Донор получает рублей 100, литр плазмы на рынке по 60 долларов. Станция, где эту кровь коммерсанты покупают, сертификата не имеет. Когда грязный донор пришел туда повторно, у него обнаружились и ВИЧ, и гепатит. В больнице, купившую грязную кровь, сообщить забыли. Она лежала у нас в холодильнике, но данных о том, что она кровь непригодна по этой причине, в связи с запасами непригодна к употреблению по этой причине, но уже получение постфакта. Не должно быть корыстного донорства. Мы за то, чтобы на станции приходили доноры без вознази. Как говорят врачи, гарантии полной безопасности при переливании крови не может дать никто в мире. Нет более незаменимой и более опасной вещи, чем чужая кровь. В общем, дорогие, какой же вывод напрашивается из исследований данного видео? Если вы столкнётесь перед выбором, чем лечиться, учитывайте предупреждения о рисках от самих медиков и грызите библейский гранит науки. Слово Иеговы и его отношение к тому, что продаётся на торгу из всего, на что мы никак повлиять не можем, поможет вам принять свои решения и по своей совести. Опирайтесь на римлянам 14, 22, 23. А докладывать старейшинам о том, чем вы лечитесь, совсем не обязательно. Если вы приняли решение по своей совести и на основании библейских принципов, подчёркиваю, библейских принципов, помните, посредником между вами и Иеговой является Иисус Христос, а не старейшины собраний и не руководящий совет общества сторожевой башни. Ну, а теперь, дорогие, от материала о крови, её компонентах и фракциях у нас остаются лишь некоторые вопросы читателей. Например, Имеем ли мы право нарушать заповеди Бога ради спасения жизни своим маленьким детям? Является ли грехом заготовка своей крови для сложных операций? Правильно ли сдавать анализы крови, если мы не знаем, выливают ли их в землю или нет? Почему за мясо растерзанного животного, у которого оставалась кровь, в Израиле не истребляли? Как относиться к донорству для лекарственных препаратов? И так далее. На эти и другие вопросы ответим дай Бог в следующий раз. С любовью ко всем, кто ищет истину в Библии. Как и всегда, материал данного видео подготовлен свидетелями Юговы сайта Ящик ответов. И, как обычно, дорогие, напоминаю, не забывайте заглядывать в описание к видео. Если кому-то сложно воспринимать библейский материал на слух, вы всегда можете прочесть его в виде статьи, а ссылку найдете в описании к видео. Также, для наших дорогих новичков, кто слушает нас может быть первый раз. В описании к видео вы найдете ссылку на базовую программу углубленного изучения Библии, которая поможет вам понимать материал сайта Ящика Ответа во всех видео, даже в сложных. Спасибо, дорогие, за внимание.